Друзья, как всегда рад вас видеть и как всегда рады приветствовать ведущего программ-канала Ходоковский лайв Сергея Слоняна в нашем эфире. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Взаимно. Азиатская турне Путина продолжилась в Хануэе, столице Вьетнама, где он прибыл. Куда? Он прибыл после подписания оборонного акта Северной Кореи. В ходе визита в АВИТАМ он заявил, что Россия думает над внесением изменений в ядерную актуальность в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. В целом, как вы оцениваете сейчас вот это вот такое многоступенчатое турне Путин со всей свита из Белоусова в КНДР? После этого откалывается от Белоусов, летит обратно в Россию, входит там всякие фабрики, уже по северокорейским лекалам его записывают. Он красится всем тюремными сроками за исполнение. После чего летит Путин в Вьетнам, уже без Белоусова говорит там что-то, уже немножечко другим тоном и так далее. В целом, ваша оценка всего этого азиатского турне. Вроде бы направление одинаковое, какие разные результаты в целом в сценарии поездок. В Северную Корею он поехал совершенно по другой причине, нежели во Вьетнам. И в Вьетнам для него, на самом деле, это очень большая ошибка, потому что во Вьетнаме его не ждали, и другое дело, что приняли его свежливо-азиатской улыбкой. При этом удивительное то и другое, два маршрута, две поездки, и в обеих не было смысла. С толстеньким корейцем, пугалом всего мира номер два, у которого Пальму первенства отобрал, став пугалом номер один во всем мире, они встречались на двух бронепоездах полгода тому назад на космодроме. Все, о чем было необходимо договориться, уже тогда было достигнуто. Поставки оружия, ракеты, в принципе, все варианты участия Северной Кореи в войне против Украины в тот момент уже были с точкой нады расписаны по пунктам. Что произошло за полгода, почему Путину нужно было вдруг ехать непосредственно, лично посмотреть своими глазами на Северную Корею. О чем они не смогли договориться в своем бронепоезде, если они говорили о самом главном, о поставках оружия, о поддержке, в том числе и политической поддержке. За эти полгода для Путина очень сильно изменилась ситуация на фронте, и стало понятно, что он эту войну проиграет. Ему стало понятно, что он эту войну проиграет, ему стало понятно, что он расплатится страной, ему совершенно без разницы, сколько погибнет миллионов людей, он готов сдать Россию в этой карточной игре, прекрасно понимая, что будет бит. И когда в прошлом году он с Ким Чон Ином договаривался о военных поставках, в принципе, ему этого было достаточно. Сейчас, понимая, что ему предстоит война на собственной территории, уже понятно, что Украина перейдет границу, уже понятно, что будет освобождение от путинизма Российской Федерации, уже понятно, что на самом деле и весь мир поддержит, и вне зависимости от того, будут французские войска или нет, НАТО присутствовать своим сапогом будет на этих территориях или нет. Так или иначе, понятно, куда изменился вектор войны. Уже понятно, что Россия проиграет, и дальше. Дальше перед диктатором стоит очень важный вопрос эвакуации. Ему куда бежать? В Китай? Китай его сдаст сразу. Моментально в Граге обменяет на поставки, на товары, на абсолютно выгодные для себя преференции. До Южной Америки можешь не долететь, не добежать, не доплыть, собьют по дороге, и на самом деле никакая Аргентина не будет его в объятиях держать у себя долго, как бы лояльно она не относилась к предыдущей волне фашистской эмиграции, и точно так же от своей политической выгоды Путина сдаст сначала в Штаты, потом в Гаагу. В Африку бежать? В Африке никто не ждет, Ангола не его. Царь хоть и куплен, но тем не менее Центральная Африканская Республика, она все-таки больше о другом. Там дележка алмазов, там послесловие к российскому военному присутствию, там человека Вагнера. Единственное место на планете Земля, куда Путин может убежать, это Северная Корея. Вот что произошло за полгода. Почему договоренности на космодроме потребовали еще какого-то личного разговора и присутствия в Северной Корее? Только потому, что дворец из Геленджика переносится на святую гору Мангенде. И единственное место, откуда не сдадут, откуда будут огрызаться, где будут держать периметр вокруг Путина, это Северная Корея. Северная Корея точно такая же страна, с точно таким же статусом во всем мире, точно такое же пугало, насмешка и карикатура, опасная. Это, в принципе, очень похоже на змею, про которую непонятно, ужалит или нет, но понятно, что змея. И поэтому сейчас Путин поехал в Северную Корею как риэлтор, глянуть на свою будущую недвижимость. И те договора, которые были подписаны о том, как возвращается Брежнев, как возвращается Советский Союз в Северную Корею, а Северная Корея дождалась. Северная Корея искренний друг Советского Союза, она теперь напрямую подключается к бюджету Российской Федерации и возвращает себе прежнее кормление абсолютно безбрежное, потому что Китай, он присматривал за Северной Кореей, но не кормил ее досыта, а Советский Союз кормил. И вот теперь, когда 30 километров восторженных хиньянцев с вожделением и трепетом встречали Путина и махали ему рукой, они встречали отмену продовольственных карточек, они встречали рисовое изобилие у себя на столе, они прекрасно знали и помнили ту эпоху, когда советский брат приходил и кормил досыта. И для Северной Кореи это очень важно. Но все договоренности подобные, о том, чтобы кормить, о том, чтобы плевать на эмбарго, о том, чтобы поставлять технологии, заново строить заводы, потому что в Северной Корее, ну, то же самое автобильное производство, это 50-е годы, то, что было после Сталина. Сейчас уже нужно новые строить, там уже нужно Жигули разворачивать, там уже должен быть завод Москвич, там уже вновь можно возрождать заводы ЗИЛ, там можно КАМАЗ наконец-то построить, а заодно, кстати, и Калхиду с Еразом, если уж Северная Корея настолько непритязательная. И обо всем этом можно было договориться на космодроме, не выходя из бронепоезда. А вот подсмотреть свою будущую жилплощадь можно было только лично. И когда сейчас на два дня наконец-то Путин стал Брежневым, он ехал по городу, где везде были его собственные портреты. В Москве такого нет. Москва не встречает Путина портретами Путина, а Пхеньян встречает, как Брежнева встречали портреты Брежнева, как Сталина встречали портреты Сталина. И он посмотрел на свою будущую дачу, где наконец-то у него будет скромное убежище пенсионера под прикрытием дивизии внутренних войск, танкового полка и авиакрыла сверху. Святая гора Монгенде, она вошла в историю Северной Кореи, как и вся история Северной Кореи, высосанная из пальцев. Там родился Великий Восток Ким Мерсен, там зашло солнце нации, там началась революционная деятельность против американского империализма за сто лет до создания Соединенных Штатов Америки, потому что в учебнике истории Северной Кореи написано, что прапрапрапрапрапрадед первого Кима, нынешнего царя, нынешний третий Ким, вот первого Ким Мерсена, который, он начал бороться против американского империализма, где-то так в 1500 каком-то году, то есть Америки тогда в принципе не существовало, но у них так написано, потому что в устье реки заплыли какие-то империалисты при отсутствии империализма, и они там славно кого-то перерезали. Это был как раз первый революционный эпизод в долгой биографии всех Кимов. Поэтому уж если что, резать, конечно, да, и на горе Монгенде, где взошло солнце, он заодно, кстати, еще и родился. Она святая, она охраняется, это заповедник, и там будет дача Путина. Геменжит переезжает на Монгенде. И после того, как он договорился о жилплощади, как он, наконец, четко совершенно расставил точки над «и» и отправил, кстати, правительство срочно ратифицировать эти достигнутые договоренности, потому что непонятно, когда придется переселяться, дворец нужно строить уже немедленно, а самое главное, нужно накормить Корею, нужно создать там продовольственные запасы, для того, чтобы в момент бегства Северная Корея была абсолютно счастлива, наконец-то приехал к нам Путин родной, солнце номер два. У этой планеты под названием Северная Корея у них светило будет несколько штук, два точно на горизонте. И именно это произошло за полгода. Стало понятно, что придется бежать, придется сдавать Россию, и единственное место на планете земля Северной Кореи надо обустраивать. Сейчас Белоусов вернулся, и часть делегации вернулась, срочно раздавать распоряжение. Значит так, строим еще один мост, автомобильный, потому что есть железнодорожное сообщение из Северной Кореи, должно быть автомобильное, нужно придумать еще несколько маршрутов, нужно срочно закидать их сейчас едой, строим материалами. Давайте наконец-то развернем заводы, потому что когда Путин туда приедет жить, это практически то же самое, как в фильме «Не смотрите вверх», когда самые высокопоставленные с планеты Земля погибшей улетели в попытке воссоздать в том числе свои атрибуты власти, потому что прилетев в неизвестно куда, на неизвестную планету, в неизвестно какую эпоху, они же за собой попытались сохранить героя фильма. Все статусы, статус президента за собой сохранить, статус вице-президента, министра обороны, при том, что у вас уже ни страны, ни статуса. У Путина точно такая же задача, чтобы Северная Корея его приняла не в статусе обычного беженца, а в статусе того самого Путина, который успел накормить. И после того, как он договорился об этом, он приехал во Вьетнам, а Вьетнам ему ничего предлагать не собирается, и Вьетнам его не ждет. И поехал он туда по старой памяти советского человека и генсека, понимающего, что эти задворки соцлагеря так или иначе нужно посмотреть и убедиться, что там что происходит. Раньше там была военная база Камрань, Камраня там нет. И Вьетнам, хоть он и называется социалистической страной, и эта республика однопартийная, на всякий случай, там Америка, там американские заводы, там американская промышленность, там Форд, там Дженерал Моторс, там Шевроле, и Винфаст вьетнамский, это автомобильный производитель, который сейчас делает электромобили, у него штаб-квартира в Америке, у него испытательные полигоны по всему миру, начиная от Австралии, у него котировки на гонконгской бирже. Это другой Вьетнам. Ему не нужно в Советский Союз, ему не нужен Брежнев, ни первый, ни второй, ни третий, и половинка Сталина ему не нужна. И они понимают, что да, Советский Союз, и даже собрали кучу выпускников на русском языке, говорящих для того, чтобы они спели Путину хором какую-нибудь более-менее понятную ему песню. Вот и все. Азиатская вежливость. И из Вьетнама он уехал с пустыми руками, уезжает с пустыми руками, потому что Вьетнам ему ничего не предложит. Приняли вежливо, накормили, погуляли, и маленькую фигу в карман. Мы, когда с вами смотрим открытки из Юго-Восточной Азии, или своими глазами идем, и мы видим какой-нибудь пагод, и вдруг видим вплетенный в орнамент очень знакомый узор, свастику. Мы же с вами понимаем, что это не Гитлер, но это та самая свастика. Мы же не можем не среагировать. То есть у нас память четко, совершенно триггером срабатывает. Посмотрите, свастика. Мы знаем, что это. То есть мы не можем пройти мимо, не отметив про себя, не пожав плечами, не сказать, вот как причудлива оказывается история, как иногда люди тебе позволяют через века сделать вид, что они преемники чего? Вот этой самой пагоды, вот в той самой Германии. И когда в белой парадной форме Вьетнамская рота почетного караула сунула Путину в руки венок для возложения, и там был российский триколор, выложенный красивой лентой, острым углом вверх. Когда ты знаешь, что это такое, ты не можешь не среагировать. Это символ северо-западной армии Юденича. У белогвардейцев, у них обозначение армии было, вот именно это на венке. Возлагать белогвардейский венок из рук Путина к историческому пантеону, памятнику во Вьетнаме, это такая шикарная, тонкая фига в кармане, такая очень скромная, потому что Путин, он не то, что не белогвардеец. Это то же самое, что во все времена, там шикарные совершенно провокации, когда, ну, например, в Монголии японское посольство, китайское посольство приглашало, японское посольство пригласило советское посольство на прием. Пришел посол, приехали все в Монголии воскопоставленные советские чиновники, разлили по первой, разлили по второй. Потом спросили, а что празднуем-то? Так поражение российской армии под Порт-Артуром. Ах, сказали они внезапно и выключили свет, ну, потому что КГБ среагировало, но с опозданием. Вот здесь то же самое, когда тебе историку, который читал исторический учебник только по Мединскому, ничего в этом не понимает, переворачивает абсолютно все факты и несет околесицу, как двоечник у доски, который проваливает зачет, в руки дают символ северо-западной белогвардейской армии Юденичу и говорят, ну, пойди, что ли, возложи венок. И Путин послушно, как дедушка в доме престарелых за свежими анализами идет за медсестрой в белом халате, которая указывает ему, куда двигаться. Те, кто понимают изящество этой комбинации, они ухмыльнулись. А Путин так и не понял, что ему плюнули, и он думает, что он возложил венок. Нет, он не возложил венок, он публично обделался, но он об этом не знает, ему об этом мало кто скажет. А уж Мединский-то и подавно, он не историк, он не может сказать, что, Владимир Владимирович, простите, там неувязочка вышла, белогвардейщина запахла, которую вы так не любите. И из Вьетнама Путин возвращается с пониманием того, что эта страна больше не его, она сориентирована на нормальную жизнь в нормальном мире в условиях нормальной интеграции. И самое показательное, при социализме Вьетнаму было не позволено иметь свою промышленность, а теперь у нее свой собственный автопроб. У Вьетнама свой бренд, у Вьетнама свои сборочные заводы всего автомобильного мира, там в том числе и Мерседесы собираются. И куда туда? Туда приехал Путин. Понятно, что Ауруса там дарить некому, потому что это посмешище, там никому не нужно. Это не Ким, которому подарили второй. Кстати, а почему Киму подарили второй? Где первый? Почему первый, на котором он один раз проехал, нигде не появился во время этой церемонии? Потому что он сломался, потому что починить его нечем. Поэтому пришлось дарить второй. Причем не рестайлинговый, на котором Путин был у себя на инаугурации, а из старых запасов, собранных еще до войны. Потому что запчастей к Аурусу не существует. Это машина, которая делается на коленке без единого гвоздя. Субтитры создавал DimaTorzok